Предыдущий владелец будет говорить Эй, она не работает, там, братан, просто надо заправить И все Вы на канале технического центра VILX И сегодня я вам расскажу про свой новый Ну, как новый для меня, новый для кого-то нет Автомобиль Это Это Volkswagen Caravella T5 2011 года Т5 рестайлинг Что же в нем эксклюзивного? Эксклюзивно в том, что это лонговый полный привод На DQ500 И сегодня мы поговорим о том, как выбрать такой автомобиль На что смотреть при покупке автомобилей Т5 и Т6 Как в случае своего автомобиля, первое на что смотреть Это на отчет на автотеку Это настолько банально, но не все это делают Короче, ну, то есть у этого автомобиля автотека зеленая Это автомобиль с 2015 года находится на территории Российской Федерации Он привезен из Европы И за это время он, скажем так, не насаживался и не снимался со столбов Что, собственно говоря, подтверждено документально И нами проверено толщиномером И это правда Соответственно, в дальнейшем Что бы нам не хотелось бы делать с этим автомобилем Хоть офис на колесах Хоть, не знаю, техничку для перевозки мототехники Это уже, как бы, будет хорошая основа Потому что наши лонжероны, пороги и все остальное Оно в отличном состоянии Оно вот как вышло с завода Так же оно и туда же и смотрит Второй момент я бы назвал, что это шумы Шумы, которые издает коробка и двигатель То есть маховик Потому что для этих автомобилей Так как это дизель, так как это очень моментный Распространенная проблема стук маховика Соответственно, вы заводите автомобиль на холодную И слушаете Как меняется, не меняется Появляется стучащий, не стучащий Но мы подложим, постараемся найти этот звук Где-то в интернете Чтобы вы понимали, о чем речь Как его спровоцировать Даже если его изначально нету стука звука маховика При запуске на холодную Все равно рекомендуется включить Ну, паркинг, естественно, на нем послушать Потом включить нейтраль на нем Послушать, как вся автомобиль ведет Потом заднюю и переднюю Проехаться взад-вперед И потом опять поставить на нейтралку И на паркинг и послушать Ну, блин, короче, подложим, я думаю Какой-то звук, как выглядит стук маховика Это маховик, предатель и стукать Это стоит проверять Потому что в дальнейшем Это достаточно дорогая запчасть Ну и не самая дешевая ее замена Этой запчасти Компьютерная диагностика Все-таки компьютерная диагностика Очень важный пункт Потому что позволяет Во-первых, проверить Опять же, снимался, не снимался Этот автомобиль со столба По крайней мере, вот недавно Соответственно, мы проверяем В чем все блоки Связанные с пассивной и с активной безопасностью Как они работают Ну и также смотрим, что в коробке То есть, почему я с такой гордостью говорил Что здесь стоит 500-ая Потому что DQ500, да, это DSG Но она на порядок надежнее Она переваривает гораздо больше момента, чем Aisin И она служит гораздо дольше и гораздо лучше А что значит лучше? Значит, при одних и тех же лошадиных силах То есть, при одном и том же моторе DSG будет разгонять ваш автомобиль И вас вместе с ним быстрее И в конце будет экономичнее Но это DSG требует отдельного внимания И диагностики То есть, с помощью компьютерной диагностики Помимо того, что мы проверяем Правда-неправда ваш пробег Проверяем активную пассивную безопасность Чинилась она, чинилась И также смотрим двигатель и коробку И в двигателе, и в коробке На самом деле, есть на что посмотреть Если мы говорим про коробку И что там посмотреть с помощью компьютерной диагностики Наверное, один из самых важных пунктов Ну, в принципе, есть, нет ошибки Это раз А второе, это давление Которое выжимает наше сцепление То есть, оно косвенно говорит о том Что живо или не живо По-русскому у меня, да, пять Живо, короче, или не живо Ваше сцепление Вот А то, что касается в двигателе У двигателя настолько реально надежный и легендарный Ну, что в нем крайне редко что-то ломается Но, тем не менее, такие вещи, как свечи накала Форсунки Это все диагностируется Ну, если оно неисправно То не всегда будет у вас что-то светиться на приборной панели Но компьютер это покажет Но если с такими банальными вещами, как кузов, мотор, коробка Все понятно То перейдем к менее банальным вещам То есть, когда мы открываем дверь, мы видим, что на нас смотрит табличка Вебаста Что она говорит? Она говорит, что с заводом-изготовителем на этот автомобиль сразу установлен штатный догреватель Кстати, вот этот штатный догреватель Вебаста можно сделать предпусковым подогревателем То есть, он будет запускаться у вас как сигнализация с таймера Что мы сделаем? Мы снимем об этом отдельное видео Но это в отдельном видео И вот это вот вы увидели где-то надпись Вебаста Значит, у вас есть там штатный догреватель А может быть и уже переделанный предпусковой подогреватель Обязательно поинтересуйтесь у хозяина То есть, что работает, не работает И чтобы он вам его продемонстрировал Если хозяин как бы не знает, как это продемонстрировать То уже как бы можно насторожиться Что ж, как-то одна из основных штук И владелец обязан знать о том, что работает она у него или не работает В нашем случае, кстати, я спросил продавца Работает ли Вебаста? Говорит, да-да, сегодня шумело И на следующий день было минус 10 И я с отмороженными ногами ехал к себе к нам в сервис И мы снимали Вебасту и перепаивали плату Она оказалась не рабочая Ну и без догревателя ездить зимой практически невозможно Мне кажется, тема Вебасты и штатных предпусковых подогревателей И просто догревателей, да и автономных систем Эта тема достойна отдельного видео Поэтому постараемся как раз-таки на примере нашего бусика Об этом, обо всем рассказать Перейдем к такой теме, как полный привод То есть я же осознанно выбирал полноприводный автобус И переплачивал за эту функцию И эта функция, если выходит из строя На самом деле часто приезжали клиенты У которых полноприводные фольксвагены То есть это бусики или тигуаны У которых не работал полный привод То есть 4Motion И люди об этом не знали И достаточно много таких рассказов в интернете Мол, я ездил несколько лет, а потом застрял на даче Пытался выехать, ну тут я понял то, что у меня не работает полный привод И о том, что отключилась система Haldex Ну то есть насос Haldex не работает И там какие-то проблемы в муфте Машина никак вас не уведомляет Ну то есть реально вы можете ездить по несколько лет Пока вы не пойдете вот в ту самую ситуацию Где вам нужен этот полный привод А у вас его нет Во-первых, это диагностируется с помощью компьютера То есть если есть какая-то неисправность В системе полного привода, как бы она бы не называлась В разных автомобилях ВАГ-группы Она должна дать ошибку А второй лайфхак Зимой это прям просто реализовать Что мы и делали Берете автомобиль, ставите его в какой-нибудь сугроб Поглубже сажаете туда человек И сами смотрите на все это повнимательней Водитель за рулем должен на первой передаче Нажать газ в пол И вы смотрите Если передние колеса буксуют А задние даже не подключаются Значит система полного привода Скорее всего не работает Потому что полноприводный автомобиль В таких условиях Прям глазами видно Как начинают у него буксовать задние колеса Ну и еще рубрика лайфхаки Если у вас нет компьютера Вам очень приспичило купить эту машину По коробке Что еще можно проверить Не диагностируя ее компьютером Вы берете какую-то эстакадку Берете какие-то странные условия И пытаетесь на DSG Максимально плавно тронуться И смотрите Появляются ли какие-то посторонние звуки Или появляется ли какая-то посторонняя дрожь По кузову в вибрации Если да То прям все Не спешите покупать такой автомобиль Обязательно надо делать более углубленную диагностику Подвеска автомобиля Вот если брать в расклад Например покупку какого-нибудь Volkswagen Passat Или Skoda Octavia Или там даже Audi A4 A6 То подвеску диагностировать Ну если вам автомобиль всем нравится Нет такого прям большого смысла Затаскивать машину на подъемник А вот относительно таких малышей Там транспортеров Туарегов Ку-7 Ку-8 Обязательно поднимайте машину на подъемнике Даже если вы не записались В какой-то профильный сервис В любой близлежащий Поднимите и посмотрите Потому что подвеска вот этих малышей Она способна Приятно в кавычках удивить Грубо говоря Средняя цена Одного ступичного подшипника На эту машину Начинается от 10 тысяч рублей Как бы А мы здесь вот прям На следующий день после покупки Поменяли их два И плюс еще все саленблоки Поэтому Когда вы покупаете Тяжелые автомобили Немецкого производителя Не поленитесь Просто загнать на Какой-то подъемник Сделать какую-то Диагностику подвески Возможно Это позволит вам Сэкономить что-то При покупке Повод поторговаться Еще один момент Который Внезапно Вот на этих тяжелых машинах Может заставить вас удивиться Это система климата Обязательно Не поленитесь Загоните машину Куда-нибудь В теплую парковку И проверьте Работает или не работает Система кондиционера Если вам Продавец Там Предыдущий владелец Будет Эй Она не работает Там братан Просто надо заправить И все И это повод насторожиться Потому что Если на Такой машине На этой машине Не работает кондиционер Если здесь Здесь Болячка Что на этих машинах Что на Туарегах Что на Ку-7 Задний контур кондиционера В нашем сервисе В зимний период Со всеми скидками Это стоит 30 тысяч рублей И починить задний контур кондиционера Если на этом малыше У вас еще Накроется Компрессор кондиционера То вы упадете Еще на соточку И соответственно У вас есть шанс Нарваться на джекпот С неработающим кондиционером Где-то 1150 А не удивлюсь Если к лету С ростом цены А то и все 200 Как бы согласитесь Какой-то там Кондей Который Происходит Там просто заправить А потом В сезоновой Семьей В пробках Как бы без кондиционера Готовы уже Отдать все свои деньги И это превращается В 200 тысяч Поэтому Обязательно Проверяйте Систему кондиционера Вот На больших Тяжелых Автомобилях То есть На малышах Шкода Фольксваген Как-то что-то еще Может быть Там дешево На этих машинах Такой халявы Уже нет ни в чем Да И такой момент То что Возвращаясь к системе Климата Компьютерная диагностика Может Не показать Да и скорее всего Даже если она наоборот Вам покажет какую-то ошибку Это совсем не факт Что она не работает Или наоборот Если она не работает Совсем не факт Что она запишет себе Какую-то ошибку Короче Загоните в теплое помещение Немного отогрейте машину И включите Все режимы климата Спереди Сзади Там не знаю Все режимы И все протестируйте Вот прям Сами руками Ну и на вопрос Когда же все-таки Менялся ГРМ Из всех предыдущих хозяев Никто не дал внятного ответа А пробег На секундочку 241 тысячи километров То есть он Ну Если он менялся Очень давно То он может порваться В любую секунду И подо мной А мне этого не надо Короче Поэтому мы поменяли Комплект ГРМ Вместе с помпой Поставили его Фирмы Групп компании Шафлер Для того Чтобы совсем спать спокойно В общем Если на данный период времени Вы озадачены Поиском Выбором Подбором Автомобиля Ваггруппы Себе В семью В компанию То вы всегда можете Обратиться в нашу компанию Для того Чтобы мы Вам помогли Выбрать Нет Не выбрать А проверить Вами Выбранный автомобиль Мы можем это сделать Как дистанционно То есть Как бы съездить куда-то И посмотреть автомобиль Но более правильную И более качественную проверку Мы сделаем На нашей территории У нас в сервисе В общем Налетай торопись Покупай живопись Скорее всего Этот автомобиль Как мне не жалко Но он продается В общем Всем добра Пока Не забывайте Подписываться На наш канал Ставить лайки Дизлайки Но дизлайки Лучше не ставить Оставляйте свои комментарии Что бы вы хотели бы Что бы я бы себе Бокупил бы Во Давайте Отличная рубрика Пишите Ну как бы Из вага Что мне себе купить